Глава 11. Отчаяние отвергнутого мужчины. Часть 1. Обозначенные в плотной предрассветной синеве первые светлые проталины не просочились в раскрытые настежь окна. И вместе с началом нового дня, на смену ночному отчаянию, пришли попытки здраво осмыслить случившееся. Тяжелые раздумья перемежали с обрывками откровенного разговора с Наоми. Внезапно обернувшегося взаимными укорами. Безысходная горечь отвергнутого чувства разрывала душу, и единственную причину недосягаемости любимой женщины он отыскал в себе самом. Он, Ноах, ее не достоин и не заслуживает любви женщины, Который поклонялся с молодых лет, на которую молился. До вчерашнего вечера никогда, никакими пытками из него бы не вырвали это признание. Но ему почудилось, что вдовевшая Наоми, изнеженная и хрупкая, бедствует и нуждается именно в его заступничестве и покровительстве. На рассвете неожиданно пришло прозрение, вернулась Наоми на круги своя, но не изнеженная и не хрупкая. И выплыло ее лицо, чистое и прекрасное, и вновь донеслись до него слова ее, во гневе брошенные. «Уйди, Ноах, с глаз моих, исчезни навсегда из жизни моей!» Но в глубоких черных глазах женщины разглядел он не злобу и пренебрежение к себе, Не отчаяние и безысходность, а удивительную силу и нрав неукротимый. Не в добрый час заявился он со своим признанием в любви, Особенно смехотворным представилось ему свое предложение стать его женой. Наоми осталась прежней, с чуткой душой, преданной и народу своему, и земле святой, и памяти Элемелиха и сыновей. Но главное сегодня — этой молодой Моавитянке, ставшей смыслом всей ее жизни. «Как ему не дано было понять!» — изводил Ноах себя попреками, «что ни ко времени, ни ко двору он Наоми!» Отклоненная ею предложение еще вчера, на ночь глядя, Воздвигала между ними неодолимую препону, Подобно полноводному Иордану в канун Песаха. Но если на рассвете и не истаяло отчаяние В лучах восходящего солнца, То притаилась где-то беззлобно, Глубоко в душе, В сокровенных ее тайниках. «Пройдет время, — убеждал себя Ноах, — Возвратится ее невестка во свояси на поля Муава, Или, чего доброго, приживется в Бейт-Лехеме, Найдет себе суженого, На такую раскрасавицу Охотник и среди евреев отыщется, Тогда и потянется Наоми ко мне!» Так или примерно так, — размышлял Ноах, Тотчас после утренних благословений, Включившись в круг обязанностей По огромному хозяйству Бейт-Лехема, Вот уже более десяти лет После ухода Элемелиха, Поделенных между ним и Буазом. Авторитет Буаза особенно вырос в последние годы. Став судьей, он справедливо и беспристрастно Разбирал тяжбы между отдельными людьми и семействами. К его мнению прислушивали старцы, Восседающие у городских ворот. Навалившийся на Бейт-Лехем голод, Он связывал с забвением народом Всевышнего. И, видя вокруг беззакония, Буаз, когда был назначен судьей, Собрал судебную палату и вынес постановление Всем жителям Бейт-Лехема иудейского, Мужчинам и женщинам, Отрокам и старцам, Сыновьям и дочерям, Приветствовать друг друга, Произнося имя Господа. И сам в тот же день подал пример. Встретив группу беседующих у колодца горожанок, Он сказал, склоня голову, «Господь с вами!» Изумились женщины давно неслышанному, Ушам своим не поверили, Переглянулись и, не сговариваясь, Каждая из них вслед судье Всей грудью выдохнула «Господь с тобой, Буаз!» И с той поры это приветствие звучит На улицах Бейт-Лехема От городских ворот до дальних околиц На окрестных ячменных и пшеничных его полях, Как и другие слова Буаза, От него услышанные, От имени его, Из уст в уста передаваемые, Сквозь века до дней наших донесенные. Братья мои, евреи, Служите Господу с радостью, Приходите к Нему непременно с песней, Помните, и сыновьям своим, И сыновьям сыновей своих повторяйте, Господь создал нас, И мы принадлежим Ему». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!